Продолжение следует... 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 Я хотел бы тебе представить нашу новую кухарку. Ну чего ты там ждешь? Я хочу, чтобы ты ей все показала, а мне нужно идти. Куда ты торопишься? Колонана Ментонса убила Дону Синью, свою жену. Из-за чего? Ну, скорее всего, она ему изменила. А ты что думала? Из-за того, что он встал не с той ноги? Дону Синья? Доктор Асмунда? Да. Однажды в периодическом сеансе было сказано, что... Извини, Дон Араминда, мне некогда слушать твои истории. Народ сейчас валом повалит в бар. Обсуждать это будем потом. Работа будет по горлу. Покажи ей все. Боже мой. Тебе как будто специально вывалили в грязи. Мы спасались от засухи. 40 дней были в дороге. Добро пожаловать к нам, дитя. Доброе утро, доброе утро. Пора бы и налить по стаканчику. Что ты там возишься, Чиколиза? Секунду. Я должен передать вам насип. Господин Рамира просил сказать, чтобы вы принесли бутылку лучшего португальского коньяка. Пожалуйста, лично вы. Как будто я прислуга. Ну, давай сюда. У него там отцы города и владельцы плантации какао, так что... Не понимаю. Он хочет выпить за здоровье убийцы. Да, да. Не задерживайся. Сегодня в баре можно делать хорошие деньги. Ты прав, ты прав. Добрый день. Господин Рамира. Господин Рамира. Спасибо, спасибо. Я хочу выпить за нашего друга, который кровью спас свою честь. Поднимай свой бокал, как друг и товарищ, как мэр и политический вождь города Элеуша. Возвращайся на свою плантацию и ни о чем не беспокойся. Ты и так много пережил. Потом вернешься и пристанешь перед судьей. Будь спокоен. Тебя будет защищать адвокат Марио Керр. Даю тебе честное слово, что пока я жив, тебе ничего не грозит. Я пью за твое здоровье, господин Жердинио Ментоса. Черт знает, что происходит. Подумать только. Это ж в голове не укладывается. И не ночью, а средь бела дня. Не сайте мне с места. Она всегда носила черные чулки. Черные? Да, черные, причем прозрачные. Французские. Последний крик моды. Такие носят во всем мире. Тебе что, делать нечего? Эти разговоры не для тебя. Да, Настик все это видел. Он как раз проходил мимо дома. И видит, как тут выбежал револьвер в руке. Я слышал там, что это не все чисто. Они не ожидали, что он придет. Да, когда занят таким делом, слух притупляется. Он всего лишь спас свою честь. Он сделал только то, что сделал бы на его месте каждый из нас. Он поступил как честный человек. Да, он всего лишь спас свое достоинство. Да, по ночам его мораль куда-то испаряется, когда он предпочитает 14-летних девочек. Кто бы мог такое подумать про Дону Синью? Она все время ходила в церковь. А я так скажу, в тихом умом все черти водятся. Я лично не видел, чтобы за ней кто-то убивался. Может, я счастливил Святой Дух? Посмотрите, кто это там. Дон де Кубаштус. Как он величественно выглядит. Мы здесь сплетничаем, а он вышагивает себе гордо и невозмутимо. После жених он здорово изменился. Его жена совсем перебрала его к рукам. У большой женщины большое сердце. Наш малыш забудет о своих проказах. По желаемому счастья он его заслужил. Нам нужны новые банки. Автобусная линия. И морская набережная. Газета. Техника для плантаций. Кажется, ты хотел еще пригласить ночную танцовщицу, которая показывает стриптиз. Сказывай себе еще кое-что. Прежде всего, нам нужен инженер. Если он сюда приедет, наша политическая карьера обеспечена. Не волнуйся, он приедет ли, я лично займусь этим вопросом. И тогда мы вычистим акваторию порта. В Рио я уже договорился с одной шведской фирмой по фрахтовке судов. Она готова наладить прямую линию до Илеуша. Как только к нам смогут заходить большие суда. И как только первый шведский корабль встанет здесь на якорь, с нынешней властью будет покончено. И с кровопоролитными убийствами тоже. Послушайте, капитан. С Рамиро Бастош тогда будет покончено. И тогда мы уже не потерпим газ после своего любимого сыночка Тоника. Те лживые обыватели, еще месяц назад, они шли с Доной на Сине, чтобы молить Господа для дождя, для своих плантатов. А теперь она здесь, и ни один не придет. Никто не желает навестить ее. Даже цветочка не принесут. Нет даже приличного гроба. Высокомерные свиньи. Эта девушка ненормальная. Что она здесь делает? У нее настоящий характер. Если ее отец узнает об этом, ей не поздоровится. Нет, он, кажется, уехал на плантации какао. Я видел его вчера на невольничьем рынке, где он... Субтитры создавал DimaTorzok А ну-ка покажи, что у тебя там есть. Нравится? Да. Здорово, правда? Изумительно. Давай дальше. Это мне нравится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Мондинио Фалькаун. Мондинио Фалькаун. Кроме прогресса, он приносит нам развлечения. Это просто феноменально. Кроме прогресса, надо и поразвлечься. Кроме прогресса, надо и поразвлечься. Кроме прогресса, надо и поразвлечься. не в кровати. Но вы мне ничего не сказали. Что именно? Вы не сказали, что завтра варить. Лучше иди в свою комнату и спи. Завтра поговорим об этом. Хорошо, спокойной ночи. Постой, как тебя зовут? Сегодня я хочу выглядеть особенно красивой. Не понимаю, сеньора, зачем вы прихорашиваетесь? Мимо наших окон пройдет траурная процессия. Зачем эти старания? Все равно никто не зайдет. Да, но потом мужчины пойдут в бар, оттуда увидят меня, и все будут восхищаться мной. Хотя никто из них не решается заговорить со мной, но они так смотрят на меня. Я знаю, что все они испытывают желание. Я наслаждаюсь этим. Я люблю это больше всего. Эй, Тоська! Куда ты запропастился? Бар переполнен. Всех надо обслужить. Выглядит превосходно. Ну-ка, попробуем рыбных фрикаделек. Ммм, очень вкусно. Эта девушка знает толку еды. Кроме того, она очень симпатична с сеньор Носип. Это Габриэлла? Не болтай, ерунда. Иди скорее. Люди хотят есть. Рыбные фрикаделики. Только что приготовлены. Тогда возьмем две. Приятного аппетита. Передайте нам поднос. Отлично. Очень вкусно. Кажется, он доволен. Да, кажется, он получил все, что хотел. Вы читали стихотворение в сегодняшней газете? Слушайте. Наша любовь вечна, как сама вечность. И более бессмертна, чем боги. Пожалуй, слишком напыщена. Не смесье над любовью. Ах, это болтовня о вечной любви. Почему никто не пишет стихов о свободной любви? Она чудесна и неповторима. Эй, Марисио, иди-ка сюда. Да, встретить покойника, говорят, плохая примета. Ну ладно, идем дальше. Да, Дона Синья была хорошая женщина. Ну, ничего теперь не поделаешь. Она повторила судьбу Афинезии. И кто это Афинезия? Моя двоюродная бабушка. Она была прекрасна и влюблена в Дона Педера. Она умерла от кинжала, потому что не могла с ним пойти. Куда? Ну, в кровать, конечно. Куда же еще? Следовало подать в суд, независимо от того, была она бы воздублена или нет. Ну вот, нашу прелестную мы больше не увидим. Синьор вернулся домой. Я не заступаю за замужних женщин, которые забывают о своих обязанностях. Но и мужчины порой виноваты. Вот полюбуйтесь. Глория позволяет себе дорогие наряды. Носит все самое лучшее. Думаете, все это она получает от него? Вот у меня на родине, в Сирии, такое бесстыдство наказывают ножом. Таких шлюх медленно разрезают на мелкие кусочки. Я не понимаю, Носит, что значит режут на мелкие кусочки? Ну да, на такие маленькие порции. Наточат ножик поострее и приступают. Ничего ужасного. Женщина, обманувшая мужа, не заслуживает ничего другого. Это уже шлюха. И муж абсолютно прав. Если бы моя жена попробовала наставить мне рогов, я бы тоже раздел ее на куски. А что делать с любовником? Ты имеешь в виду разрушителя супружеской жизни. Его держат два человека. Ему снимают штаны, растягивают ноги в стороны, делают так. Чик. Ты имеешь в виду? Вот именно. Его аккуратненько кастрируют. Интересный, обычный носик. Ну да, каждый поступает, как считает нужным. Там же настоящий ад у них в Сирии. Как живут бедным женщинами, если кругом одни кастрированные мужчины? Нет, нет. Ты думаешь, в Сирии легко найти женщину вроде этой подруги, которая вывешивает из окна свои титьки? Сирийские женщины прикрыты с головы до ног, и видны только глаза. RESPEC 치� conta. РАД-ЮН kind of are theットů. Сирийские женщины beyblade. Сирийские женщины прикрыты с головы. Сирии. Продолжение следует... 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 араб ты хочешь ее убить что ты тут делаешь я принесла вам еду чека заболела не смог прийти ты очень сердит нет а и у у у Субтитры сделал DimaTorzok Синьор Насип, могу я пойти в кино с Доной Араминдой? Я все убрал, а приготовиться еду еще успею. Ну иди. Постой, я дам тебе денег. Вот, заплати за Донора Аминду. Ну вы добрый человек, синьор Насип. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ты думаешь, что будешь красивой всю свою жизнь? Наслаждайся сейчас, пока молода. Потом будет поздно. Могу поспорить, ты еще ни о чем не просила, синьора Насипа. Я про... о чем? Я должна его попросить. Я могу пойти с тобой в кино. Ты можешь попросить его о чем угодно. Он даст тебе все. Я знаю, что говорю. Отдайся ему, а потом не подпускай их к себе. И он не сможет без тебя. А там, глядишь, и женится. Добрый день. Добрый день. Добрый день, господин. Я считаю, что это преступление, держать такую девушку на кухне. Почему? Ты портишь свои руки. Ты не должна заниматься стиркой и стряпней. Я мог бы дать тебе все, что ты пожелаешь. Ты бы получила кредит во всех моих магазинах. Ты мне очень нравишься. Я люблю таких, как ты. Ты мне действительно по душе. Ну, что ты скажешь на мое предложение? Ну, господин, спасибо. У меня и так есть все, что я хочу. Эй, что там такое? Идите сюда. Ну, давайте скорее. А теперь обратно. Ну, мне надо идти дальше. Давай сюда. Угощайтесь. До свидания. Добрый день. Свежее печенье. Дона Габриэла. Дона Габриэла, разрешите? Где ты пропадаешь? Да задержалась немного, господин Насип. Ну, иди к столикам, обслуживай гостей. У меня уже были заказы. За работу скорее пошевеливайтесь. Вот это обслуживание мне нравится. Свежее, хрустящее. А, наша королева. Ты тоже заметил, да? Это его кухарка. Мне нравится маленькая Габриэла. В ней что-то есть. Габриэла, принеси еще. И мне тоже. И к нам подойди. Что ты улыбаешься? У тебя озабоченный вид. Уж не влюблен ли ты? Послушай, я знаю выход. Сказать очень просто. Женись на ней. Ты что, ненормальный? Это исключено? Жениться на интеллигентах, девушках из приличных семей. И, конечно, она должна быть девственницей. Так как это сделала ты с Доной Ольгой? Оставив. Я женился на Доне Ольге только из-за плантата и какао. Моя семья была заинтересована богатым преданным. Вот только и всего. Ладно, оставим этот разговор. Прелестная цвета как раз на нужном месте. Спасибо. Это тебе, что ты не скучала? Как здорово. Сразу два подарка. Вы очень добры. Два подарка? Птичка и тот, кто ее подарил. По ночам вы приходите слишком поздно. Габриэла, мне надо с тобой поговорить. Что такое? Есть нечто, что меня волнует, беспокоит. Может, еда не нравится? Или я плохо стираю? Нет. То, что мне не нравится, так это то, что ты приходишь в бар. Я прихожу, чтобы помочь, чтобы не остыла еда. Я знаю, но другие думают иначе. И мне нравится, что кухарка появляется в зале. Мне это все равно, а другие жалуются. Они ведь гости. С завтрашнего дня все будет по-другому. Я буду приходить с черного входа, чтобы только принести еду. Тебе ведь нравится в баре, да? Хорошо, приходи, но только ты не будешь обслуживать. Уже уходите. Да, я тороплюсь. Ну, одну секунду. Ну, иди. Иди ко мне. И скажи, я тебе действительно нравлюсь. О, ты мне очень нравишься. Прости. Никто не жаловался, что ты приходишь в бар. Просто я бы этого не хотел. Все разговаривают с тобой, говорят непристойные вещи. Трогают твои руки, прикасаются к тебе, толкают тебя. Меня все это раздражает. Инженер приехал. Приехал инженер. И лихо. Улыбку. Добро пожаловать в Реош, инженер Ромола. Добрый день. Этого человека вы уже знаете. Ваш приезд для нас историческое событие. Выпьем за нашего инженера Ромола. За здоровье инженера. Выпьем. Выпьем за улыбку. Упьем. Выпьем. Выпьем. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 что разговаривал с вашей возлюбленной моей возлюбленной это неверно это все просто-напросто знакомые на боли были уж и лишь одна женщина волнует мое сердце а так тоже это скажите вы думаете я должен сказать не будьте слишком застенчивым ходите домой на суток мне известно ваши изыскания в порту закончены но вы телеграфировали что должно еще остаться чтобы контролировать ход работ на вашем месте я бы не делал этого телеграфировал что вы прислали замену впрочем не стал бы я дожидаться после завтра отправляется корабль после завтра ваше время истекает тонику слышал новость мальвина дочка манье сбежала прошлой ночью и прихватила с собой приличный куш она была влюблена в инженера и забрала все свои драгоценности подаренные папашей тот был не себя от ярости и даже стрелял в воздух из револьвера приветствую тебя насип принеси мне коньяку сию минуту синьор смотри дурак полагаю это не тот коньяк который ты обычно разливаешь я бы хотел что-нибудь получше хороший коньяк синьор но я не турок я чистокровный бразилец отец из сирии а мать неаполитанка я думал это тоже самое нет нет ни в коем случае профессор вам что-нибудь принести пока нет этой двери будут этой ночи двери будут не закрыты если ты настоящий профессор можешь войти твоя глория забудьте славислава которые я говорила уже забыл я тебе еще нравлюсь я люблю тебя такой же дома и и служанку я не могу тебе предложить я всего лишь простой учитель который немного зарабатывает и я всегда буду любить тебя мы вместе будем гулять по улице шокировать местных обывателей мы будем жить в маленькой комнатке над кино бедные в деньгах но богатые в любви нет нет мой дорогой из этого ничего не выйдет мне это не подходит я хочу любви и немножко роскоши у меня будет любовник и богатство мы долгое время жили в бедности и мне это не по вкусу нисколько если ты хочешь расстаться будем встречаться тайком чтобы никто не узнал о наших отношениях если старик узнает нам не поздоровится надо быть осторожными я хочу подарить тебе кое-что пусть это напоминает обо мне постоянно я не могу это сама купить люди очень подозрительны пара ботинок тебе тоже не помешает прошу не отказывайся когда будешь ходить во обновках но когда будешь ходить в обновках представь себе что гуляешь со мной мой дорогой если вы нас поддержите они уйдут с нашей дороги карьера ромира бастуша будет на этом закончена не ясно одно полковник ромировал больше большой человек но его время кончилось идемте спокойной ночи сеньор спокойной ночи я тоже хотел бы узнать что побудило вас выдвинуть мою кандидатуру я всегда знаю когда наступает время перемен здесь тоже никого нет скачите в ту сторону вперед в город за мной друзья ясно что тебе здесь надо что это у тебя кровь я убил человека это был синьор но из-за чего что он тебе сделал ничего я сделал это для синьора амеля и других больших шишек габриэлла ты должна мне помочь по одиннадий синьора амеля скажи что мне не хотелось обеспокоить но мне нужна его помощь давай что тебе здесь нужно женщина мне нужно к синьору амеру его нет дома когда к синьору амелю я от фалькунды он спрятался у меня подожди здесь габриэлла я из-за фалькунды он спрятался в моем доме он тяжело ранит или нуждается в помощи мы поможем габриэлла я обещаю показать на минутку насип знает об этом нет он спал но мы ему не скажем ничего согласно хорошо проходи если бы вы знали вы спасли нас от катастрофы я очень рада синьор мне надо назад не беспокойся тоника ты пойдешь домой с доной габриэлла и с ольгой в моем автомобиле но отец уже поздно ольга спит тогда разбуди и позови тамансио пусть немного прогуляются надеюсь все кончится благополучно донат габриэлла премного вам благодарен пора идти мы еще увидимся неужели правда что вы левых прислали войска на покушение пройдет кое-кому даром если надо того кто стрелял синьора мира пожалуй не поздоровится еще неизвестно как это отразится на ценах на какао ты не понимаешь в этих делах ничего страшного не произойдет я не знаю но синьора мира не будет сидеть сложа руки смелости ему не занимать но наконец-то ты пришел на сип какой-то сумасшедший день это ночью будем спать как на по роковой бочке ты так думаешь почему нас забудь спи ну двигайся ко мне ну двигайся ближе я устала но если сеньор на сип хочет тогда я тоже хочу ты совсем не хочешь чего я не хочу сеньор на сип ты думаешь о чем-то другом может принести тебе поесть или выпить нет не стоит к сожалению это как-то остыла не такая как раньше даже отворачиваешься ты приходишь усталый так поздно я не знаю хочешь ты меня за кого ты меня принимаешь может я выгляжу усталым но для этого я всегда готов может я думаю что я уже старт ты же знаешь стоит тебе щелкнуть пальцем и я уже твоя послушай раньше ты была как вулкан как ураган а теперь лишь слабый ветерок ты мог бы наверное сказать что эти больше не нравлюсь нет ты мне нравишься еще больше я не могу жить без тебя когда я тебя питала я извините ты можешь быть потому что абсолютно мне NASA я де в этом а идем Эй, подождите, стой, стой, куда же ты? Синьор Насип. Синьор Насип, что я тебе расскажу, ты не поверишь. Ты знаешь, что ты теск-артист? Настоящий артист. Он даже хочет поступить в цирк и уже говорил директорам. Он будет настоящим артистом. Тебе не здоровится, синьор Насип? Да нет, я просто очень устал. В баре было полно народу, пьяные, скандалисты. Ты мог бы в четверг оставить бар на меня и Доноро Аминдо, а сам сходил бы в цирк посмотреть теску. Четверг? Нет, мы пойдем на лекцию. На что, синьор? На лекцию. Сегодня приехал доктор, поэт. Ты должна послушать, какие стихи он пишет. Просто потрясающе. Будет лекция в зале ратуши. Я взял два билета. Для тебя и для меня. Что такое лекция? Нечто особенное. Это лучше, чем кино? Намного лучше. И лучше, чем цирк? Цирк. Это для детей. И чем там занимаются? Будут танцы, музыка? Ну, тебе еще нужно многому учиться. Слушай внимательно. Я тебе объясню. Там будет человек. Доктор, поэт. Который что-нибудь расскажет. И о чем он будет говорить? О чем угодно. Он будет говорить о наших чувствах, переживаниях. Он будет говорить, а мы будем его слушать. Он говорит, а мы слушаем. Да. А что потом? Когда он закончит, мы ему похлопаем. Он будет говорить о прекрасных вещах. И о важных вещах. А порой о том, что нам не понять. Сеньор Насип, доктор говорит, а мы не понимаем. И ты говоришь, что это лучше, чем кино, лучше, чем цирк. Прости, сеньор Насип, ты ученый человек. Но интереснее цирка ничего не бывает. Слушай. Мы уже говорили об этом. Ты уже не маленькая девочка. Теперь ты сеньора Сааль. Мы просто должны туда пойти. Каждый уважающийся человек пойдет на эту лекцию. Было бы непростительно проигнорировать такое событие и веселиться в цирке. Почему сеньор Насип не ходит в цирк? Потому. Не понимаю. Почему сеньор Насип не хочет пойти в цирк? Ческа будет волноваться. Я обещал ему, что мы придем. Ну ладно. Я буду аплодировать за двоих и за себя тоже. Нет. Ты будешь аплодировать поэту. Ну, прошу, сеньор Насип, отпусти меня в цирк. На лекцию я могу пойти в другой день. Такие лекции бывают не каждый день. Но цирк тоже нет. Он еще останется пока что. Сама бы она не пошла, конечно. Зачем он ее прекращил? Сидит тут как мумия. Не понимаю, что и тут делать. Я давно не был в этом зале. Здесь прекрасно. Еще один момент. Добрый вечер. Все в порядке? Да. Вот это сюрприз. И вот эта прекрасная, невинная девушка стояла и страдала в предутренней тишине. А по другую сторону балкона стоял император с длинной черной бородой. Его взгляд направлен на хрупкую фигуру Афинизии, которая вздыхала при лунном свете. Которая плакала. Она плакала, доктор Анджелио. Прошу прощения. И так грустная стояла она, прислоняясь к стене. Афинизия смотрела на луну, висящую над ней, и плакала. Императору защемило сердце при виде ее. Так глубоко тронул его это чистое дитя, педливо и вместе с тем гордо стремяясь к тому, чье сердце все еще не решалось ей открыться. Афинизия, Афинизия, о, милое создание, ты нимха дня и ночи. В ясный день и в ненастье она пела Дорами Хасоль о своей любви и о своих страданиях. Афинизия, ты божественный голос. И Леуш от беспомощности склоняется перед тобой на колени. О, бедный император, если бы боги разрешили повернуть время вспять, он любил бы тебя. Сегодня вечером ты была самой красивой. Желаю тебе спокойной ночи. Желаю тебе спокойной ночи. Привет, Габриэлла. Привет, Габриэлла. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Ограничимся штрафом. Решение суда считается действительным. Продолжение следует... 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 Габриэла Винка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не волнуйся, ничего не произойдет Но я видел, как он зашел туда Все изменяется со временем Слушай, они уже 20 минут, там ничего не слышны Я думаю, наверное, он убьет его просто по-тихому Смотри-ка, кто-то выходит Слушай, я не могу понять Пожалуйста Музыка 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 Ну и так, мой дорогой Разве я не говорил тебе, что в наш порт будут входить шведские корабли? Бумаги у тебя с собой? Отлично Я ждал этого дня несколько лет С сегодняшнего дня начинается новая эра в истории нашего города Прогресс не минует нашего забытого убогом уголка Так, слушай, свяжись немедленно с портом Срочно закрыть порт Никто не должен выйти Музыка И мы собрались сегодня, чтобы проводить последний путь гражданина нашего города, Рамира Бастуша Мы помолимся о его душе Он заботился о нашем городе, о его развитии Он был добр ко многим из нас Всегда стоял за справедливость И Господь воздаст ему за пройденный путь Могу, наш брат Рамира Бастуша Котор, который был в своем хребе Георгом Элеушу, Котор, который был в прошлом и вовремя Котор, который был в прошлом и вовремя Котор, который был в прошлом и вовремя Кончилось, что кончилось? Процесс кончился За Синементоса арестован и приговорен За то, что убил Дону на Синюю Продолжение следует... Продолжение следует... Похождения... Тебе слушайте, тихо, тихо. Теперь у нас есть новый отличный город. Это все благодаря сеньору Мондини. Сеньор Мондини. Со мной люди сеньора Рамира. Раньше мы служили ему. И понимаете, мы даже должны были по его приказу убрать вас. Но теперь мы ваши друзья. Мы пришли для того, чтобы быть вашими везерными слугами. Он мертв. И теперь нам нечего опасаться. Благодарю вас. Ну а потом, наверное, мы зайдем к Насибу и пропустим пару стаканчиков за нашу дружбу. Слушай, у меня такое впечатление, что ничего не изменяется и все остается как было. Все остается как было. И все-таки по-другому. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...